А мы продолжим. На последнем судебном заседании по делу об изъятии акции «Кучук сульфата» представитель Генпрокуратуры Александр Моруценко оскорбил проверяющих процесс смены собственности завода в 90-е, назвав их негодяями. Причина такого высказывания – показания бывших чиновников и правоохранителей, в которых они подтвердили законность приватизации и у нотариуса, и на допросе в следкоме. Среди жертв нападок гособвинителя – экс-прокурор Благовещенского района, заслушанный сотрудник ведомства Иван Калиниченко, его зам Юрий Теслюк, председатель Краевого фонда имущества Сергей Потапов, руководитель регионального представительства Федерального фонда имущества Василий Ященко и, конечно, бывший глава прокуратуры Край Юрий Пороскун. Последний заслуженный юрист России, госсоветник второго класса, имеет десятки наград и благодарности за безупречную службу. Среди них, например, орден преподобного Сергия Радонежского, нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры» и знак отличия за верность закону. Пороскун отдал правоохранительной деятельности более 30 лет, служил в органах МВД, работал следователем и районным прокурором. В 88-м году возглавил прокуратуру Астраханской области, а затем в 91-м Алтайского края. Во время его службы на Алтае и на скамье подсудимых оказывались заказчики убийств и крупные коррупционеры. Фигурантами дел становились даже руководители ГУВД и ГАИ, военный комиссар и чиновники администрации края. Сейчас, когда оскорбление коллеги из нового поколения прокуроров ударило по имени и чести Юрия Пороскуна, он не смог это проигнорировать. Бывший прокурор края высказался о событиях 90-х в судебном процессе и речи Александра Моруценко. Я думаю, что родители господина Моруценко и его наставники либо допустили некоторые просчеты в воспитании и не привели ему уважения к людям, либо, так сказать, их увещевания упали на плохую почву. Он не только оскорбил НАСА, он унизил достоинства прокурорского работника, мундир, который он носит, ну и нанес ущерб авторитету центрального аппарата. Я позволю себе к нему обратиться. Если вы мужчина, если вы прокурорский работник, если вы полковник, а еще по табелью о рангах целя Петра, старший советник устиции, приравним к конецкому званию полковник, то доложите своему руководству о своем недостойном поведении на Алтае, потому что мы этого так не оставим. Я, в общем-то, прежде всего хочу поблагодарить адвоката Максима Мерещика, который заступился за честь ветеранов прокуратуры и в судебном заседании указал господину Моруценко, Александру Викторовичу, начальнику управления генпрокуратуры, на его недопустимое поведение. Хотя, на мой взгляд, это задача и прерогатива суда. После ознакомления с материалами дела, речь идет о событиях 30-летней давности, я припоминаю, что такие проверки по заданиям генеральной прокуратуры мы проводили в целом по краю. В порядке контроля мы проводили их самостоятельно. Кроме того, мы проводили их по поступающим сигналам, сообщениям граждан, предприятия, учреждения и организации о нарушении закона при приватизации. Ни при одной из этих проверок каких-либо претензий к администрации кучок сульфата, которая меняла форму собственности, у нас не возникло. Были совершенно дикие случаи. Скажем, общежитие новоалтайского вагоноремонтного завода было приватизировано и тут же продано в частные руки вместе с двумя стами проживающими там людьми и их семьями. И, в общем-то, уже администрация вызвала наряды милиции и частных охранных предприятий, чтобы выбросить их на улицу. А дело было в декабре месяце. И мы, в общем-то, чуть ли не в рукопашину там стояли у двери и не допустили этого произвола. Мне задали несколько вопросов, на которые мне несложно было ответить. Помните ли вы процесс приватизации? Помню. Помните ли вы кучок сульфат? Я говорю, да я осознаю, что проверка проводилась в каждом районе и не миновала кучок сульфата. Но в числе нарушителей закона кучок сульфат никогда не попадал в тот значительно большой временной диапазон, когда мы этими вопросами занимались. Ну, а там, наверное, не мало, но 5-7 лет – это точно. А почему не приобщить к материалам дела и не исследовать судебные уседания показания прокурора района, его заместителя, начальника отдела по надзору за исполнением законов в экономической сфере? Они непосредственно те люди, которые буквально перелопачивали весь этот материал приватизационный. Чего они боятся?